Здоровчик ребятушки, 23 мая в свет вышла новая серия 4 сезона Миссия Руфл 72, как мы думали, но вышло всё очень даже круто, мне лично серия дико зашла, пусть я объясню всё по полочкам, а сейчас давайте разберёмся в сюжете его повествовании, ведь мне есть о чём поговорить, уж слишком много нововведений в мир Миракулуса привнесено через Голубка, и мы начинаем. Стартует через Али и всем любимой Леди Баг, и да, Метеорит на Голу Али не упал, Маринет не отправили в психушку или чего похоже, раскрытие произошло и это надолго, поведение Али говорит о том, что с момента раскрытия личности Маринет ей произошло ну неделька и чуть больше, так как вау эффекта от Али нет, для неё это уже не ново, Маринет доверилась Али и та помогает ей как поддержка, и это очень круто, ведь этого не хватало Маринет, делиться частью своей второй жизни с кем-то, А тут такой подарок, лучшая подруга, и я рад за данного персонажа, это поможет ей в будущем чуть проще проходить трудности супергероя и не держать себе всю эту ношу, вы только посмотрите на её энтузиазм, одна на такой уж не была к сожалению, Али в свою очередь не влезает и не мешает Маринет, находясь под крылом помощника, что даёт нотку ответственности Али и её понимания ситуации. Маринет в области Леди Баг в халате, модно-стильно, пытается разобраться с тем, как же можно защитить обычных горожан от влияния аккум, у неё вроде и имеется рецепт, но понять его содержимое не может, занимается она этим уже более 7 дней, так как каникулы, её волнует момент, что брашник с лёгкостью аккумунизирует повторных личностей, как знает их слабости, и спасибо сценаристам за объяснение этого момента, 72 раза Карл! Али в свою очередь видит утомлённость Маринет за этим занятием, и пытается её подбодрить куда-нибудь сходить и чем-нибудь другим заняться, и тут попадается под руку фотка Адриана, и та говорит неожиданно новость Маринет, что Кагами и Андрюха больше не вместе, что приводит в замешательство Маринет, ведь она об этом не знала, но дальше ответ просто убил. Маринет очень взмолновалась за Кагами, как ей типа трудно проходить всё это, и что только она, Маринет, может её поддержать и помочь, потому что других друзей у Кагами теперь нет в Париже. А про Адриана она отозвалась как на пофиг, и этот момент безумно крутой, правда? Это просто апгрейд персонажа, и причём на это устроится вся дальнейшая серия. Она прибегает к Кагами, обнимает её и всем сердцем желает её примирения с Андрюхой. Почему всё так необычно в поведении Маринет? Она говорит, что уже не влюблена в Адриана. Что? Она не может с ним нормально разговаривать и находиться рядом. К тому Кагами идеально к нему подходит. Это всё по мнению Маринки. Конечно, некоторые моменты лживы. Говорит она это от отчаяния, не веря, что с Андрюхой у неё что-то выйдёт. И это очень даже грустно. Но одновременно с этим на огромный энтузиазм она пытается восстановить отношения Кагами с ним. Как же это происходит? Видимо и правда, что Маринет и Кагами подруги. Ну, вот этим всё сказано. Маринет знает полностью расписание Андрюхи на 3 года вперёд. Офигеть, сталкер ЛБ. И ведёт Кагами к Андрюхе, который снимается в рекламном ролике, где ему нужно будет прыгнуть якобы с верхушки Эйферовой башни, голуби и нырнуть в водичку. Такова задумка. С помощью хитростей Маринет и Кагами пробирается на место съёмки. Бассейн. Но нужно уточнить, что Кагами не восторгит от этой идеи. Она в серии ложь разочаровалась в Андрюхи и нестина-то хочет умириться. Но против Маринет не идёт. Так Маринет всё пытается встретить взглядами своих друзей. Чтобы их сердца снова забились от любви. Но нет. Всё происходит на перекосяк. Что касается месье Рамье, он работает. Вот такая вот новость. Он направляет голубями для этого рекламного клипа. Из задачи его становится передать Розу Голубю в зубы Андрюхи. Но всё идёт на перекосяк из-за Маринки, что выбешивает продюсера, который думает, что во всём виновата некомпетентность Рамье. И тогда происходит это. Маринет? Это становится последней каплей. И тот срывается и прогоняет Рамье, который чуть не потерял своего лучшего друга, Голубя. Чем и пользуется бражник, купивший электромонтажник. И коммунизирует Рамье уже в 72-й раз здоровьему стилу перевоплощать людей к Голубей. И под жаркую тузу попадает Адриан и превращается в свою аллергию. Маринет успевает убежать от глубей, но становится запертой. К ней присоединяется Плаг, который докладывает о отдыхе его хозяина, и Леди Баг придумывает поистине гениальный план. С помощью Ренна Руш создается иллюзия героев, что я и предполагал в прошлом видео, которые попадают в бассейн и загоняются в ловушку. Им стоит укладать свои талисманы, что они делают, и бросают их в воду, куда может нырнуть только сам Месье Голубь. Челеки взяты и левы, так что не волнуемся. Хотя никто и не волновался. Тот прыгает в воду, бражник такой... Оу, да. Но тут выпрыгивает Плаг и прилетает с сакуммунизированным предметом к Леди Баг, делавшую дырку в двери с помощью супершанса. Таким образом они побеждают злодея. Леди Баг говорит Рамье, что не может остановить его коммунизацию, но в разговор присоединяется Ренна Руш, который говорит ответ. Она не отгадала конкретный рецепт пинти плюшки от Акун, но смогла догадаться, что у Леди Баг её способность и есть рецепт. И каким-то магическим образом Леди Баг всё осознаёт и делает апгрейд своих сил, сделая мир, что мы всё поняли, и скорчим умные лица. Таким образом он создаёт первый талисман Атакум и отдаёт Рамье, который очень этому рад. И начинается самое интересное. Под дождиком и зонтом начинает разговаривать Маринет и Кагами по душам. Кагами говорит, что Адриан идеальный и отлично подходит, но только для Маринет. Кагами видимо полностью решила забыть об Андрюхе и видя реальную сильную любовь Маринет к нему, подбадривает и как бы передаёт эстафету до финала. Что очень удивляет Маринет и не успев отойти от слов Кагами, выходит Адриан. С которым тоже начинается разговор про зонтик, который давно подарил Адриан ей и они сходятся на том, что неплохо было бы вместе пройтись. И шок-контент, без колебания Маринет берёт за руку Адриана. Это капец нервный срыв счастья, сколько тут феромонов красоты даже с графоном Дикью. Но к сожалению у Адриана намечены китайские планы и они расходятся. Перед этим он стукнулся неуклюже об машину, когда садился. И можно было бы этот момент опустить как шутку, но в данном сериале момент неуклюжести означает влюблённость и стеснительность перед этим объектом. И это я вам напоминаю, делает Адриан перед Маринет. Делайте выводы сами, мой вердикт, да здравствует Адрианет уже в четвёртом сезоне. Но если бы не в сраты графон, было бы всё намного атмосфернее. Хотя и без этого сцена под дождём выглядит потрясающе, дав нам возможность окунуться в тот первый сезон. И заканчивается всё это на весёлой нотке Маринет. И это очень круто. Ведь за последней серии она была, ну мягко говоря, не в лучшем настроении. Но всё немного поменялось благодаря раскрытию своей личности Али. Вот такая серия, почему она является для меня на данный момент самой лучшей в четвёртом сезоне. Объясняю. Первое это отношение к Агаме и Маринет, которые чудесно продемонстрированы в данном эпизоде. Благодаря чему отношение к Агаме у меня повысилось. Они вроде и противоположны по характеру, но отлично дополняют друг друга. Я вообще обожаю в этом сериалы коллабы героев. Второе это Аля, она была крутой в этом эпизоде, как подруга и как герой. Третье это реально новая реализация плана по одержанию победы над злодеем. Лидиба грамотно закомбинировала то, что имеет у себя в руках. И не выходя из комнаты смогла победить сильного злодея, что очень даже круто. Четвёртое новые силы, и это важно для дальнейшего сериала. А также пятое новый ап уровня Адринета. Ведь на весь эпизод намекает на то, что Адринет уже скоро или будет страстно расти. Что не может меня не радовать. Да, очень уж быстро слили Луканет и Адригамин. За что я немного осуждаю, но поживём увидим. Ну и серия была сама по себе смешная и забавная. Что не скажешь о мелодраме с первой серии. Которая не была плоха, но и затягивать с этим не стоит. Из минуса могу уточнить, это такой себе графон для такой серии. И Кота Нуара, его просто нет. За последнюю серию его как герой немного пренебрегают, что капельку меня расстроило. Не стоит сильно хайдить эту серию, ещё впереди немного больше половины чертова сезона. Ждёмся, так сказать. Пишите своё мнение о серии Мистеглуб-72. Уж она-то достойна упоминаний. А я просто останусь довольным. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч.